25 июня ровно в 8 утра откроются все 452 избирателях участка в Омске. Первое отличие голосования 20-20 – перерыв. Не на обед, а на генеральную уборку. С 13 часов до 15 перерыв на каждом участке для санитарной, такой серьезной санитарной обработки. Ну, санитарная обработка будет и в течение дня голосования, там каждый час будет проходить специально обученный человек, причем это не просто бабушка с тряпочкой, а это реально представитель клининговой компании, которая со специальными средствами, дезинфицирующими, будет протирать все поверхности, которые могли оказаться в контакте с нашими посетителями. На входе каждого посетителя ждет прицел тепловизора, санитайзер, маска и перчатки. Чтобы обезопасить своих посетителей, избирательные участки пошли дальше торговых центров. Каждому человеку выдадут ручку и вызовут на ковер. На который нанесен обеззараживающий состав, бактерицидный такой коврич, и можно там обработать обувь свою, ножки вытереть и продвигаться дальше. С кабинок уберут шторки, мало ли какая зараза на них. Чтобы на участках не собиралась очередь, голосование растянули на 7 дней. Изъявить волю можно и во дворе, своем или соседском. В определенный день с 16 до 20 вечера. График работы передвижной бригады о мечи узнают из объявлений на подъездах. Это совершенно новая для нас форма, но это абсолютно полноценное голосование. Да, это такая будет палаточка небольшая, где можно укрыться от какой-то временной непогоды. Будут столики организованы, там будет два члена комиссии не меньше, будут наблюдатели обязательно присутствовать. Будет такая ширмочка, где можно спокойно подумать, принять решение, как ты голосуешь. И будет переносной прозрачный ящик для голосования, куда можно опустить свой бюллетень. Только дождь может помешать выездным бригадам работать. По новым принципам пройдет и голосование на дому. Оно для тех, кто по уважительной причине не может спуститься во двор или прийти на участок. Например, тяжелобольные люди, инвалиды. В квартиру членам избиркома и наблюдателям Роспотребнадзор рекомендует не заходить. Понятно, что те члены комиссии и наблюдатели, которые пойдут по домам, у них будет повышенная степень защищенности. Значит, это такие маски уже серьезнее. Это даже может быть такой разовый халатик накидывается на плечи. И комплект документов, который передается избирателю, будет помещен в специальном пакете. И вот позвонили в дверь, ну, может быть, даже этот пакет на ручку повесили. В комплекте также будут индивидуальные средства защиты. Только надев их, избиратель может задать вопрос членам комиссии. Заявление на домашнее голосование можно подать вплоть до пяти вечера первого июля. Результаты по области узнаем не позднее третьего числа. Анна Рыбина, Сергей Пайхалов, Антенна-7.